Десять человек и ста в России Люди с ограниченными возможностями здоровья На всю страну 14 миллионов человек Каждый из них выбирает свою стратегию жизни В мире зачастую неприспособленном для инвалидов В нашей программе мы говорим о том, как сделать этот мир более комфортным Я Владимир Крупенников, здравствуйте Для многих людей с инвалидностью Автомобиль по-прежнему остается непозволительной роскошью А многочасовые пробки отпугивают даже тех, кто мечтал им обзавестись В то же время на бортах автобусов и троллейбусов Мы все чаще видим инвалидный знак Появился даже специальный термин Низкопольный подвижной состав Тема сегодняшней программы Доступность общественного транспорта И сегодня со мной в студии Надежда Лобанова, председатель Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов И Юрий Баусов, помощник ректора Московского городского психолого-педагогического университета Кандидат философских наук День добрый Здравствуйте Скажите, а вам хоть раз приходилось пользоваться городским общественным транспортом? Было Ну... И какие ощущения? Нет, вот я пользовалась городским транспортом, хочу сказать Тогда, когда еще не была на коляске Я ходила на костылях Но тогда не было такого транспорта И у меня есть возможность сравнивать То транспорт и этот транспорт Сейчас, конечно, транспорт более доступный Даже на коляске А на костылях это вообще безупречно А для колясок... Но транспорт, конечно, городской Оставляет желать лучшего в обслуживании Вот так я могу сказать Есть опыт Есть опыт У меня, когда ломается машина, я пользуюсь метро Это достаточно сложно Это куча головной боли В том плане, с кем и как Преодолеть, тем более, что фактически Мне приходится пользоваться станциями, которые не приспособлены Но, тем не менее, есть технологии, пользуешься Один или с кем-то сопровождающий? Нет, безусловно, я прошу людей, которые в метро Я не беру с собой сопровождающие, нет такой возможности Но людей в метро я просто быстро объясняю, как и что В общем, помочь, не проблема Другое дело, что не все станции все-таки имеют эскалаторы Там нужно уже нести, нужно убирать несколько человек Поэтому наземный транспорт сейчас гораздо все-таки более выгоден в этом отношении Но пока еще нет логистики движения этого транспорта С точки зрения, что я с пересадкой мог добраться туда, куда надо К сожалению, не всегда это состыковывается Но тем не менее, все равно сейчас уже можно пользоваться автобусами И это уже гораздо лучше Ну, мои коллеги попробовали проехать на автобусе Захватили с собой камеру Давайте посмотрим сюжет Мы решили узнать, насколько доступны городские автобусы для людей с инвалидностью Поможет нам в этом Петр Быков Петя часто любит выбираться куда-нибудь с друзьями И не понаслышке знает, как непросто колясочнику передвигаться по мегаполису Чтобы добраться до остановки, нам нужно всего лишь перейти через дорогу по подземному переходу К счастью, переход оборудован лифтом Поэтому направляемся к нему Здесь вообще надо признаться, дорога совершенно не близкая Я говорю, как после бомбежки Я на все привык Опа! Вот мы чуть-чуть не навернулись, между прочим А лифт у нас не работает Все, чем смогла нам помочь диспетчер, это подсказать Где еще можно попробовать перебраться на другую сторону Вот здесь перейдете, вот сейчас Ага Там, вот дальше, вот куда надо проехать Туда проехать Ну, поехали Спасибо Перейти дорогу самостоятельно на механической коляске нереально Бордюры слишком высокие Отправляемся дальше в поисках возможностей перебраться на ту сторону Я бы не хотела каждый раз ездить по вот таким колдобинам Ну, это никто бы не хотел Чем-то сгибали И вообще нужно быть аккуратным, когда едешь здесь Все, мы едем к остановке Наконец-то До остановки добрались Осталось дождаться автобуса с выдвижной аппарелью Первым приехал автобус, не оснащенный новой системой Следующий подошел буквально через несколько минут Но войти в него самостоятельно так и не получилось Простите, пожалуйста, а можно нам пандус вытащить? Давай, я сейчас помогу Да, давайте А вытащить его нельзя или он не работает? Не работает, да? Ну, давайте поможете Пандус, к сожалению, не работает Но нам сейчас водитель добрый поможет все-таки забраться в автобус Давайте Выйти из салона автобуса тоже помог водитель Последнее время стало очень модно говорить о безбарьерной среде для инвалидов в Москве Некоторые особо, так сказать, сознательные чиновники Либо даже говорят, что у нас уже создана безбарьерная среда для инвалидов Однако всем, кто делает подобные громкие заявления Я бы посоветую для начала проехать хотя бы по тому маршруту, по которому мы проделывали сегодня Нельзя просто взять и сесть в автобус, чтобы тебе это подняли автоматически Надо всегда устраивать какой-то сырк с конями, получается То, что у них не работает, это опарывает Ну что же, тест показал, что доступная среда – это скорее пожелание, чем реальность На деле же большинство людей с инвалидностью По-прежнему не могут без сопровождения Беспрепятственно и быстро передвигаться по городу Ну, характерный сюжет, конечно Вот по данным Мосгортранса 47% автобусов у нас уже низкопольные 33% троллейбусов низкопольные Ну, мало очень трамваев Но к 2015 году правительство Москвы собирается полностью заменить и троллейбусы, и автобусы на низкопольные Но, судя по этому сюжету, мало сделать низкопольные автобусы Надо, чтобы у них еще работали пандусы И мало поставить лифт, и довольно дорогостоящий поставить в переходе Надо, чтобы он работал В том же Лондоне или Германии Там почему-то вот все эти пандусы, лифты Они тоже стоят, но они там, в отличие от нас, работают Не, но, судя по сюжету, вы знаете Меня берет удивление то, что Что в этом пандусе может не работать Это просто откидная металлическая доска Что там может не работать Может, она автоматическая? Нет, она не автоматическая Это видно прям Просто водителю было лень взять или перчатку одеть, или крючок, чтобы поднять эту доску и кинуть А почему она механическая? Она должна быть автоматической Вот за границей все автобусы подъезжают Мало того, что он наклоняется, у него автоматически выезжает вот этот пандус Это тоже наклоняется Это тоже наклоняется и опускается аппарель Вот, ну у нас автобусы такие, с аппарелью Но это даже лучше, потому что у нас, понимаете, у нас же дождь, снег, грязь Куда это механику ставить? Она будет технику Реагенты Реагенты, которые, да Но вот это, да, аппарель пандус Вот это самое удобное Но и то этим водитель не хотел воспользоваться Это не я на месте инвалида Я бы заставила его просто взять и открыть этот аппарель Вот честно вам говорю Но это, может быть, еще бы он не подготовлен Может, это все-таки не типичная ситуация? Это еще он увидел камеру Это не типичная А то есть если бы камеры не было, он бы вообще сказал, что нельзя, да? А посмотрите, вот вы не обратили внимание Вот надо было не так, конечно, сюжет снимать Может, я что-то не так говорю, но вот выслушайте меня Надо было вот инвалида поставить на остановке Вам всем уйти с камеры и всем спрятаться Вот я вас уверяю, подъехал бы автобус, водитель даже не вышел бы Это инвалиду пришлось бы кого-то просить Подойдите, скажите, что я здесь стою Мы в следующий раз так и сделаем Очень хороший совет, я думаю, наши операторы Вот только тогда, а так вы подошли и сказали Вот помогите, там инвалиду Конечно, он вышел, его поднял и спустил Это он еще далеко от бордюра отъехал А поближе ему ничего не стоило бы этого Но вот откинуть вот эту опару Или-то ему стало вот лень Но это вот надо в Мосгортранс сообщить Ну, у нас еще остается метро, которое практически недоступно Но все равно какие-то шаги в этом направлении предпринимаются Все новые станции, я знаю, все-таки планируют и делают доступными Так это? Ну, они делают А куда вот спустится инвалид в метро? У нас же в Южном Бутово, да? Все входы в метрополитен оснащены Ну, спущусь я, а дальше куда я поеду? И приеду А переходы, а выходы в старых метрополитенах Это вообще, мне кажется, отдельная история Это отдельная история Тем не менее, все-таки здесь можно говорить о том, что это нужно делать Например, то же самое в лондонском метро Оно старое метро, оно не приспособленное А новое, оно приспособленное И уже ты сам выбираешь логистику Хотя бы по тому маршруту, который тебе надо Ты можешь частично преодолеть Либо сформировать движение по другим каким-то Не радиусу, а именно уже сегментам И может быть перейти на другую линию Это тоже какие-то варианты, которые можно к этому прийти Но другое дело, что, конечно же Нужно этим работам не самому инвалиду придумывать Это уже можно работать серьезно Тем, кто занимается транспортной развязкой Я вот в Риме, например, видел На входе в метро висит схема И все станции обозначены Доступны для колясок? В Лондоне то же самое Сейчас сделаны все эти вещи Как раз доступны И пересадочные узлы И линии, которые доступны в этом отношении Давайте все-таки посмотрим сюжет Что у нас сейчас происходит Олег Один из немногих людей с инвалидностью Которые передвигаются по городу самостоятельно Не в исключительных случаях, а регулярно Благо новые станции метро Строятся с учетом требований Правительственной программы По приспособлению городской среды Под нужды маломобильных групп населения На станции метро Достоевская Для спуска людей, передвигающихся на инвалидных колясках Оборудован специальный лифт Подъезд к нему оказался достаточно комфортным А асфальтовое покрытие ровным Так что Олегу не составило труда Спуститься вниз и доехать до турникетов Но радоваться рано Ведь еще нужно добраться до поездов Увы, ни эскалатор, ни лестничные пролеты Не адаптированы для человека на коляске Олегу пришлось наравне с остальными пассажирами Преодолевать ступеньки А в итоге и вовсе прибегнуть к посторонней помощи Хорошо хоть люди у нас отзывчивые К эскалаторам я отношусь довольно спокойно Единственная проблема, что безбарьерность У нас остается до момента Как мы заметили в пролетах Перед непосредственно выходом к поездам Но прибегаю к помощи посторонних людей Объясняю, каким образом мне помочь В итоге Олегу все-таки удалось добраться до платформы И сесть в вагон Но менее подготовленные физически люди С такой задачей не справились бы Следующий объект – монорельсовая дорога Маршрут от станции «Выставочный центр» До станции улица Сергея Эйзенштейна Для инвалидов-колясочников Оборудованы специальные у нас лифты Для подъема и спуска Значит, для подъема на платформу И спуска с платформы для выхода на улицу Значит, поручни Для того, чтобы было удобно заехать Значит, соответственно Без подъемов въезда Платформа находится на уровне вагона То есть въезд на коляске Без препятствий Олег беспрепятственно подъехал к входу станции И вызвал лифтера Сотрудница монорельсовой дороги Сопровождала Олега в лифте И на перроне до прибытия поезда «Пока у нас сопровождаются инвалиды-колясочники На будущее у нас будут переделываться Это все электронно делаться Без помощи обслуживающего персонала Зайти в вагон также не составило никакого труда Так как платформа отлично стыковалась с составом И ехать приятно Вид из окна на окрестности замечательный Кондиционер работает Только вот мало еще таких станций и таких составов Хотя работа в этом направлении ведется Даже те подземные объекты Которые считаются приспособленными Для людей с инвалидностью Зачастую не отвечают всем требованиям Так что маломобильных горожан Рискующих путешествовать по мегаполису Можно смело называть любителями экстремального спорта И преклониться перед их мужеством Ну я, кстати, пользовался монорельсовой дорогой Действительно удобно, все приспособлено Я знаю, что в Бутово вроде тоже легкое метро приспособлено Но вот сюжет с эскалатором, как вы считаете, это же, по-моему, не очень безопасно Я вообще думаю, как его пустили, разрешили на эскалаторе ехать Помните сюжет в Ленинграде, в Питере не пустили, да? В Питере вообще хотели запретить инвалидам пользоваться метро? А здесь он один? И народа рядом нигде нету? Чтобы кто-то подстраховывал? Это вообще, конечно... Ну, кстати, случаев я не знаю Не слышал, что были случаи каких-то... Я думаю, что в основном те, кто его пользуются сейчас Они все-таки более-менее ответственно относятся к себе Они просто знают свои силы и ресурсы, да? Поэтому так он достаточно свободен Юра, ты в Бутово тоже так, в эскалаторе ездишь? Но дело в том, что у меня не такие сильные руки И поэтому я обязательно беру с собой человека, который сопровождает Ну, то есть я прошу кого-то остановиться, объясняю, как... Кто-то поддерживает Обязательно, да, потому что все равно опасно, я считаю Потому что если вот он спускается на эскалаторе А если кто-то там бежит, пьяный, зацепился... Он не видит тебя, он не видит тебя, да Руками можно зацепиться за тормоз на коляске и там кости не соберешь Вы знаете, мне кажется, что это вообще отдельная тема, которую надо бы проработать с той точки зрения, что вообще права и обязанности Нет, смотрите, хорошо, невозможно сделать лифт там в станцию глубокого залегания Но поставить человека, вменить ему в обязанности помогать инвалиду Не специальная должность, да, которая вот с утра до вечера сидит, караулит, когда поет инвалид А просто кто-то из охраны правопорядка или еще какая-то должность, которая все равно по своим служебным обязанностям должен находиться там Если он видит инвалида, он должен ему помогать, его должны там специально обучить как, что, кому, слепому так, колясочнику так Может быть, таким путем было бы пойти правильно В том числе обучать и самих инвалидов, которые этим делом регулярно пользуются Ну, инвалидов, да, а вот все-таки рабочих Персонал обучать надо Это хорошее предложение Пока вот у нас нет возможности ездить и ничего не обустроено, это хороший вариант Один из вариантов, так скажем Один из вариантов, даже, ну, тому же сотруднику МВД вот можно вменить в обязанности Там есть проблема, вменить в обязанности очень тяжело, потому что у меня функционал другой Это то же самое, как у нас в веке На дежуре по станциям там мужчины же тоже ездят Ну, вот, к сожалению, не всегда там есть дежурная по станции Но потом и так много инвалидов ездят в метро, согласитесь, да? Даже не поедут столько, не поедут Он же не будет с утра до вечера таскать Один в неделю проедет Ну, в день даже, один в день, ничего страшного, если он подстрахует на экскалаторе Ему же не надо его на руках нести Просто встать сзади за коляской, подстраховать, чтобы он не упал, случись что, да? Да Надо, наверное, такие предложения тоже будет вносить Ну, вообще, мне кажется, метро имеет смысл просто-напросто действительно взять И все-таки еще раз вместе с общественным организациям и работникам, сотрудникам метро Продумать этот вопрос и просто действительно продумать И с точки зрения учтения самого персонала, и доступность, так сказать, что нам нужно и как Это тема Слипым, мне кажется, тоже очень опасно на экскалаторе передвигать Очень опасно, да, но они как-то привыкли Они там у них еще часто идут Да, их обучают И вот на платформе появилось такое Тактильное освещение специально Вот у них это, им это делают, да, вот хорошо Тоже рельефная плитка Мы тогда говорим про инвалидов на колясках простых У нас очень много инвалидов на электроколясках, которых не смогут пользоваться метро А только наземным пассажирским транспортом Вот его оборудовать надо костюм Вот наземный транспорт Я вскользь упомянул, что трамваев у нас очень мало Всего-навсего 2,6% А, допустим, вот в Страсбурге великолепные доступные трамваи Они всегда подъезжают в уровень платформы Платформа, как правило, невысокая Очень покатый пандус То есть передвигаться на трамвае по городу крайне удобно Вот, может быть, стоило бы в Москве развивать трамвай, как транспорт, доступный для инвалидов С платформными остановками? Нет, все в совокупности трамвая в том числе Трамвай же может быть тоже низкопольный, да, по принципу метро Он будет дороже, но тем не менее тоже возможно, потому что у нас уже ходят эти трамваи Ну эти платформы надо сделать? А где их делать? Нет, ну а что, платформа это кусок бетона просто Да, но у нас трамвай-то едут посередине, и люди стоят на остановке на тротуаре, они еще переходят дорогу, чтобы подойти к трамваю Ну я думаю, что это все-таки можно Это технологические домашние Это менять маршруты надо, менять... Нет, это технологически все-таки не так сложно, как вам кажется Я думаю, что здесь как раз возможно Другое дело, что есть еще некоторые, так скажем, нюансы, которые тоже перед нами встают Может быть, попозже, но тем не менее Вот смотрите, он стоит, он не зафиксирован с точки зрения какого-то специального приспособления То есть он просто ставит, наверное, тормоза коляску и держится Кстати, поручень нужно было сделать ниже Я участвовал в Москве, когда автобус ездил, пор очень ниже И там, кстати, тоже не фиксируется коляска никак, кроме того, что теряем тормоза В Соединенных Штатах там наоборот Там обязательно фиксируется коляска специальным приспособлением к полу, чтобы она была статичной А кто должен фиксировать? Водителя Да, здесь дело в том, что правовое отношение, если человек при резком торможении вдруг получил некие травмы То, в общем, уже несут ответственность транспортная служба Ну мы вот обсуждаем наш городской транспорт А в том году, когда я была в Берлине, и мы группой ездили на городском транспорте Я еще так обрался, говорю, посмотрю, как работает все-таки у немцев тут городской транспорт Пришли мы на остановку, подъехал автобус Водители не реагируют, не выходят, и никто ничего Пассажиры взяли сами, откинули аппарель Закатили меня, поставили Но, естественно, меня никто не пристегивал Я сама держалась за поручки Я говорю, ну хорошо, проверю выход Что-то еще не так тоже просто Я говорю, проверю выход, кнопка вызова есть Подъезжаю к нашей остановке, мне говорят, вот мы на следующий выходим Я жму-жму, никто не реагирует Опять-таки, наши взяли, откинули, меня выкатили И потом ему сказали, там же инвалид был И входил, ну он выскочил, конечно, стал извиняться Что он меня не заметил Но о чем говорить, не только у нас так все У них тоже не очень хорошо Да, трудно представить, что водитель не заметил Что в автобус на коляске человек входит Безусловно, но просто к тому, что потихонечку меняется среда Меняются условия, меняются отношения И сами инвалиды меняются И вот правовая сторона у нас пока тоже зависает И мне это тоже входит в доступность Ну это такой единичный случай с этим парнем произошел Потому что водитель из камеры Вот вы, если постоять и посмотреть То можно видеть хорошие моменты Когда выходит водитель И откидывает аппарель И заезжаешь И не только на автобусе, на троллейбусе У нас троллейбус тоже аппарель обустроена И спокойно он спрашивает На какой остановке вы выйдете Единственный минус, там не пристегивается Да, вот это у нас есть Не пристегивается Не всегда троллейбус, автобус может подъехать близко к остановке Потому что часто он ставит машины, сугробы И смысл этой аппарели вообще пропадает Потому что его некуда откинуть А если еще люди заходят, там месивы грязи И вот этот аппарель откидывает с этой грязью Тоже технически В общем, тут свои нюансы Ну, во всяком случае Это все равно не то, что было 20 лет назад Конечно, конечно Нет, все равно, безусловно, это важно И я говорю, это и действительно Почему мы сейчас говорим о доступной среде С точки зрения инвалидов Потому что фокусируется очень много проблем Если мы решаем для нас Вот для нашей категории людей Эти проблемы сразу же для пожилых людей Ты же говоришь, на костылях гораздо проще Это для мам с колясками И это просто людям, которые на сегодняшний момент Везут какую-то там свою поклажу Все гораздо проще, чем по ступенькам Поэтому это действительно очень важно И актуально для всего города Для всех людей в этом отношении Надежда, а вот со стороны инспекции Мосгортранс вы проверяете? Да, ну, раньше, конечно, нет Мы больше все акцент делали на зданиях, на объектах А вот с этого года и транспортом занялись И как Мосгортранс относится, когда приходит к нему инвалидная инспекция? Положительно, вы знаете, да Мы с ними общаемся Они очень внимательно слушают наши замечания Вникают в это Поэтому для меня удивительно, когда вот это все не открывается Они реагируют на все замечания И даже те жалобы, которые поступают Они очень быстро это вот... Ну здорово, хорошо, что Мосгортранс так реагирует И я так понимаю, что, в общем-то, наверное, основная проблема это не в руководстве, а именно вот в тех людях, которые приходят работать водителями, которые с этой тематикой совершенно не знакомы А их, наверное, недостаточно обучают Обучали, одно время их обучали, а вот сейчас перестали обучать Ну а текучка-то идет, поэтому новые водители, они не знают даже как... Не то, что аппарель откинуть, они не знают даже с коляской, как обращаться Хотя мы всегда за то, чтобы обучали водителей, как обращаться с инвалидной коляской И вообще помочь инвалиду, маме с коляской там, любому человеку, нуждающемуся в помощи Ну вот, ну это, кто бы сказал, не только все-таки, есть работа и для руководства, в том плане, что, когда я приезжаю на остановку, я не вижу, какой из автобусов или троллейбусов оснащен этим самым аппарель По-моему, рисуют же сейчас на... Нет, на остановке, на остановке, там есть маршруты, и я не знаю, какой маршрут, так сказать, когда он подойдет и прочее То есть, если это жарко, мне тяжело, если это холодно, тяжело, и я должен стоять и ждать, когда подойдет Здесь есть тоже работа, которую можно... А в час пик как? Вот были случаи? Как вообще это? Разойдитесь, и то сейчас вам ноги коляской отдавлю Я думаю, все-таки инвалид в этом отношении должен продумать свой маршрут, потому что в час пик нереально Нереально по многим причинам, потому что уже там наполнено И предполагать, что кто-то выйдет, это просто некорректно То есть не надо мучить ни себя, ни людей Я думаю, это некорректно совершенно Время подбирать Да, и в обычной, так скажем, направлении тоже иногда бывает такое Ну, что там кто-то уже есть, в том числе там коляска может быть Детская коляска, да, вот как здесь быть Ну, в общем, как-то находишь компромиссы Все-таки люди у нас в этом отношении терпимые, нормально У нас каждый третий автобус сейчас оснащен инвалидом с аппарелью Поэтому два автобуса проходят, а третий обязательно должен быть с аппарелью К сожалению, это не всегда так бывает Ну, вот если только не бывает, да, вот это надо проверять Да, можно пройти три подряд с аппарелью, а потом десять штук будет без аппарелью Да, вот если только не выполняется это, а вообще по нормам это так Я понимаю, но тем не менее, все-таки я считаю, что эта информация должна быть еще и на остановке Ну, нам обещали к пятнадцатому году, что все будут автобусы Будем надеяться, что к пятнадцатому году в Москве с транспортом будет все великолепно Спасибо большое Я напоминаю, что у нас сегодня в студии была Надежда Лобанова Председатель Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов И Юрий Баусов, помощник ректора Московского городского психолога Педагогического университета Спасибо Итак, с каждым годом растет доля низкопольных автобусов и троллейбусов Появились даже приспособленные трамваи и, о чудо, станции метро Нужно только, чтобы все механизмы исправно работали, а персонал был обучен Вот тогда наш транспорт действительно станет общественным, то есть удобным для всех членов общества С вами был Владимир Крупенников. Увидимся Редактор субтитров А.Семкин